Вы смотрите новости 24 и мы продолжаем выпуск. Вентилируемый фасад дома на шахтеров прошел все необходимые экспертизы и испытания. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил генеральный директор фирмы-застройщика Камо Мурадян. По его словам, Сиба Агропромстрой своей вины в произошедшем ЧП не видит. Плитка, которая скорее всего и горела, считается одной из самых дорогих среди подобных. Светлана Овсянникова сегодня выясняла, а сколько в Красноярске жилых домов с такой облицовкой и как в них соблюдают требования пожарной безопасности. Смотрите, она обугливается, но горение не поддерживает. Также и плитка. То есть, при, скажем, возгорании она поддерживает, тоже не будет возгорания. Горят или не горят? Вопрос, как ведут себя компоненты фасада для инженеров первой башни, накануне стал одним из главных в этом здании 30 этажей. Каждый день на работу сюда приходят 2000 красноярцев. Застройщик, в отличие от высотки на шахтеров, другой, зато общая технология облицовки. Системы навесных вентилируемых фасадов. По словам экспертов, в Красноярске применяют около 10 лет. Их основные функции – утепление и отделка зданий. Сами системы состоят из нескольких компонентов. Среди них – крепление, утеплитель, ветрозащитная пленка и облицовочная плитка. В высотке на шахтеров, по словам подрядчика, скорее всего, горела ими нано. Визуально это горел облицовочный материал, композит. Гендиректор фирмы «Сибагропромстрой», которая и возводила свечку на шахтеров, объясняет производитель облицовки прокатный завод «Алюком» в Железногорске. Со слов руководителя компании «Застройщика», его фирма не может нести ответственность за минувшее ЧП. Все компоненты фасада они отдавали на экспертизу, плюс проводили дополнительные исследования. Наш представитель присутствует при выборе проба на материал. А на участие при испытании нам даже не разрешат присутствовать. Это отдельный орган, который проводит сертификат, значит, МИТа, с какого, значит, это самое, мы можем там участвовать. Компоненты для вентилируемых фасадов сейчас выпускают примерно 10-12 заводов в стране. Почти половина из них находится на территории нашего края. По словам подрядчика, ни для кого не секрет, что многие строительные фирмы работают с местными производителями. Однако за вопросом, а сколько домов с плиткой от завода «Алюком» стоит в Красноярске, последовала минута молчания. Как много домов, как много жилых комплексов, какие это комплексы? Я не поверю, что вы не знаете. На данный момент мы сейчас не готовы ответить на данный вопрос. Я еще раз говорю, производителей композита много. Используется 5 или 6 торговых марок в городе. Так, еще есть вопросы? Это молчание, а что значит? Давайте, давайте еще какие вопросы. Из ответа ясно. Не застрахованы от повторения ЧПН на шахтеров, по всей видимости, многие городские высотки. Однако, качество материалов – это только один вопрос. Другой, насколько в этих свечках соблюдены элементарные требования пожарной безопасности. На сайте Сибагропромстроя выбираем первый попавшийся жилой комплекс. Дом в 25 этажей уже сдан. Здесь тоже применяли технологию вентилируемых фасадов. Потушить такое здание с помощью пожарных лестниц нереально. Именно поэтому на этажах обязательно должны быть пожарные гидранты. Проверяем, все ли с ними в порядке. Сейчас находимся на 23 этаже одной из высоток. И вот какую картину здесь можно наблюдать. Итак, открываем. Пожарный гидрант есть. Рукав отсутствует. Это еще не все. Идем дальше. Вот здесь такая же история. Рукава отсутствует. И так на всех 25 этажах. Вывод из всей этой истории можно сделать один. Квартиру в той или иной свечке красноярцы, по сути, покупают на свой страх и риск. Отдавая застройщикам миллион рублей. Времена, когда в каждом жилом доме требования пожарной безопасности будут соблюдать, как в образцово-показательном офисном здании, где на этаж приходится от 3 до 6 гидрантов, есть огнетушители и даже своя насосная станция на случай отключения воды в Красноярске, похоже, настанут еще не скоро. Светлана Овсянникова, Евгений Шестаков, 7 канал, Новости 24. Продолжение следует...